Достигай Израиль и весь мир. Баруха Шем, благословенно имя Господне. Приветствуем вас на очередном выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса», который посвящен Йом-Кипуру, Дню Искупления. Это время, когда люди переходят на более глубокий уровень покаяния. «Покаяние» — это хорошее слово. Оно означает «развернуться», чтобы перейти на новый уровень отношений с Богом. Люди думают, что это плохо, но это хорошее время, когда мы думаем над тем, что нам следует исправить в себе. Плюс в том, что мы знаем, что Иисус раз и навсегда умер за все наши грехи. И мы можем приходить к Отцу с полной уверенностью в том, что Он нас любит и принимает. Молюсь о том, чтобы Бог дал вам силы и смелости. Полностью выйти на свет благодаря драгоценной крови нашего Господа Иисуса Христа. Мы продолжаем серию под названием «Осенние святые дни». Это дни, назначенные Богом. Хочу снова прочитать вам Левит, 23 главу. Послушайте Слово Божие, 4 стих. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть предыдущие выпуски этой серии, потому что они помогут вам лучше понять то, что вы сегодня услышите. Хочу обратить ваше внимание на то, о чем я еще не говорил. Давайте еще раз откроем Левит, 23 главу, 4 стих и посмотрим. Вот праздники Господни или назначенные дни от Господа. В английской Библии слово «Господь» написано за главными буквами. Когда мы видим в Писании священное имя Бога, которое состоит из еврейских букв «Ятхэй», «Ватхэй», переводчики перевели его как «Господь». Священное имя, которое Бог открыл Моисею в книге «Шмот» или «Исход», произносится с придыханием, как «Яхвэ». Но я хочу кое-что прояснить. Имя Господа — это не имя существительное. Обычно человек, место или предмет — это существительное. Но нашего Творца нельзя определить или ограничить именем собственным. Его имя — это глагол, обозначающий продолжительное и нескончаемое действие. Когда Творец впервые открыл свое имя Моисею, когда Моисей спросил «Как твое имя?», Господь ответил «Я есть». Часто его переводят как «Я буду тем, кем я буду». То есть Бога нельзя ограничить именем собственным, назвав его Марком или Джоном. Знаю, это смешно, но очень часто мы отождествляем имя с человеком. Но наш Создатель не ограничивается именем Яхвэ. Он выше и дальше любых границ и ограничений. Он безграничен. У него нет ни начала, ни конца. И даже то имя, которое он открыл нам, Яхвэ, это необычное имя в нашем обычном понимании. Например, недавно в нашей семье родился новый человек, и мы дали ему имя. Но наши имена отличаются от имени Творца, Ядхэй, Вадхэй, потому что они дают определение их Носителю. Но Богу нельзя дать определение. Он выше всего этого. Поэтому я хотел прояснить это. Но мы вернемся к праздникам. Писание говорит, «Это праздники Господни». И здесь Господь — это имя Ядхэй, Вадхэй. Но это имя собственное, как когда мы даем имена нашим детям. Это имя обозначает продолжительное, нескончаемое действие. Я есть Тот, Кто Я есть. И Я буду тем, Кем Я буду. Бог безграничен, и нам нужно благоговеть перед Ним за это. Праздники Господни, которые мы начали обсуждать в прошлых программах, касаются всех верующих Бога. Это не просто еврейские праздники или Святые Дни Израиля, но Творец говорит, что это Его праздники. Итак, если вы верите в Бога Израиля и в Ишуаха Машиаха, эти праздники принадлежат вам так же, как и еврейскому народу. В прошлый раз мы говорили о первом празднике, который евреи называют Роша Шана, что значит «глава года», потому что они верят, что именно в этот день Господь создал мир. Но библейское название этого праздника — Йом Труа или «Праздник Труб». Мы говорили о том, какое значение имел этот праздник в изначальном историческом контексте, а также о его пророческом значении. Обязательно посмотрите этот выпуск. Итак, в первый день седьмого месяца, месяца Тишрей, израильтяне должны были дуть в трубы, как напоминание. На прошлой неделе мы говорили о том, что когда они дули в трубы, это напоминало им о том, когда Господь встретился с ними на горе Синай. А произошло это в 19 главе книги «Исход». Господь явился Израилем, и более миллиона человек видели Его славу и слышали Его голос. Откровение о Боге сопровождалось звуком небесного шафара. Как я уже говорил, эти святые дни имеют применение не только в их изначальном историческом контексте, но и для будущего. Они имеют и пророческое значение. Если спросить, на что праздник труп указывают в будущем, то следует открыть первое послание Фессалоникицам, 4 главу, 16 стих. Там сказано так, что Господь сойдет с небес и явится всему человечеству, но предшествовать этому, этому событию, будет звук небесной трубы. Труба зазвучит, и Иисус будет явлен всем людям. Равенкёрт, еврей. Я был удивлен, когда услышал, что он проповедует о еврейском Иисусе. Я решил пойти и посмотреть, потому что не знал, что евреи могут быть с такими хорошими евангелистами. Он еврей, поэтому знает только Ветхий Завет, но очень хорошо знает Библию. Я спросил себя, как так случилось, что еврей проповедует Новый Завет? Он хорошо проповедует Новый Завет, потому что прекрасно понимает Ветхий Завет. Мы слышали, что евреи не верят во Христа, но этот еврей открыл мне глаза. Главная причина, почему я здесь сегодня, послушать, как евреи проповедуют об Иисусе. Кто из вас хочет сегодня принять важное решение и отдать свою жизнь Богу? Поднимите, пожалуйста, руку. Величайшим чудом Иоанна Крестителя было примирение людей с Богом. Именно этим и занимается Равин Кёрт. А остальное он оставляет силе Божией. Мы видели, как Евангелие проповедовалось просто и доступно, чтобы люди могли понять его. Если вы никогда не делали этого, но хотели бы сделать это сегодня, то поднимите руку. Надо же, сколько здесь рук! Прошлый выпуск я закончил на том, что мы живем во время, которое близко к возвращению Господа. Последними словами Иисуса были «Се гряду скоро». Знаю, что вы много раз слышали о том, что Иисус скоро придет. Но когда я расскажу вам о том, что происходит сейчас в мире и о том, что еще будет происходить прямо перед возвращением Иисуса, вы поймете, что его приход действительно близок. Давайте повторим. Приходу Иисуса будет предшествовать рост сексуального извращения. Мы говорили о Содоме и Гаморе, потому что Иисус говорил, что перед его возвращением будет как во времена Содома и Гаморы. А что там было? Сексуальное извращение и широко распространенный гомосексуализм. И мы видим это на Земле сегодня. Затем идет падение или распад брака. Написано, что в последнее время будут запрещать жениться. И мы видим, что сегодня все более популярной становится мысль, «Зачем жениться?» «Зачем жениться, а потом разводиться?» Мы можем наслаждаться всеми радостями брака, не заключая брачный завет. А еще мы говорили о том, что в последнее время, перед возвращением Иисуса, люди будут больше любить себя, чем Бога. И сегодня, как никогда, люди убрали Бога из своей жизни и ищут лишь удовольствия. Они потакают себе во всем, чтобы получить удовольствие. Мы живем в то время, когда люди сбросили с себя Божие ярмо, но надели на себя языческое ярмо удовольствия. Ищут только удовольствие, а не отношения с Богом. Также мы говорили о том, что народы будут все больше и больше ополчаться против Израиля. Даже когда президент Трамп сказал, что теперь наше посольство в Израиле будет в Иерусалиме, мы увидели враждебный настрой окружающих, который будет только усиливаться, будут расти давление и напряжение. Это уже происходит и будет происходить до самого прихода Иешуа. Мне нравится следующий пункт. В Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе, Иешуа сказал, что перед Его приходом Евангелие будет проповедано по всему миру. Как я уже говорил, с изобретением радио, телевидения и интернета, Евангелие имеет уникальную возможность распространиться по всему миру. И сегодня через эти средства почти во всем мире слышат Евангелие. Иисус готовится к возвращению. Ну а закончили мы на том, что, согласно Даниилу, в последнее время будет невероятный скачок в сфере знаний и путешествий. Мы живем сегодня в век информационных технологий. Мы путешествуем по всему миру и можем долететь на другой конец мира меньше, чем за день. Это феноменально. Если учесть, что эти пророчества были написаны тысячи лет назад. Откуда Даниил знал, что в последнее время знания так увеличатся? Откуда он знал, что люди будут путешествовать по всему миру? Он получил это видение в Духе. То, что он увидел в Духе, происходит сегодня наяву. Даже Иисус цитировал Даниила как истинного пророка, чьи слова говорили о его скором возвращении и времени перед этим. Это был повтор прошлого выпуска. Хочу дать вам еще несколько пунктов, а потом мы перейдем к следующему празднику, Йом-Кипур. Еще несколько знамений, которые будут на земле перед приходом Господа. Лже-пророки, лже-учителя и лже-учения. Сегодня многие проповедники несут лже-учения. Многие проповедники говорят только о деньгах. Кажется, что все их проповеди только о деньгах. Да, мы должны жертвовать свои деньги Богу. Как правило, не менее 10% своих доходов, но и не больше 20%. Об этом уже нужно молиться. Но если вы даете Богу, и при этом Он остается для вас на первом месте, то вы можете быть уверены в своем хождении с Богом. Однако, иногда люди слушают проповеди, которые побуждают их к принятию немудрых решений. А все потому, что часто проповедники проповедуют с неправильным мотивом. Сегодня очень много лже-учений. Это касается даже послания о благодати, на которой основано наше спасение. Если мы слышим только о благодати, но никаких призывов к покаянию, то что-то здесь не так. Первыми словами Иисуса были «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Также Иоанн Креститель объявлял о приходе Иисуса. Он тоже говорил «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Но люди сегодня редко слышат о покаянии. Все это лжеучение. Писание говорит, что в последние дни люди будут искать себе учителей, которые будут говорить столько то, что приятно на слух. И последнее знамение, которое мы видим, это удаление истины Божией из мира. Америка является лидером во многих вопросах, но что же мы сделали? Мы убрали десять заповедей из государственных зданий. Дух Святой все больше и больше уходит на задний план, пока люди убирают все сдерживающие их элементы. Все это готовит почву к появлению Антихриста и возвращению Царя Иисуса, который уничтожит его. На этом закончим говорить о празднике трупа и быстро перейдем к следующему празднику, который будет через десять дней после праздника труп. Он называется Йом-Кипур или День Искупления. Это самый святой день в нашем календаре после Шаббата. Помню, как в детстве каждый год ходил в храм на Роша-Шану и на Йом-Кипур. В эти дни евреи всего мира были в храме. Смысл Йом-Кипура в искуплении. Поэтому он называется День Искупления. О нем написано в книгах «Исход» и «Левит». Первосвященник брал кровь быков и козлов и приносил ее в храм. Затем он приносил ее в самую святую комнату в Скине, а потом и в храме под названием «Святое святых». Там находился ковчег завета. Внутри ковчега были десять заповедей. Первосвященник брал кровь и выливал ее на крышку ковчега завета. В этот момент Бог прощал грехи Израиля за прошедший год. В книге Левит 17 главе 11 стихе Господь сказал «Душа тела в крови и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души вашим». Все в истории Израиля связано с искуплением кровью. Пасха связана с кровью. Кровь защитила евреев отсюда. Глядя на историю Израиля, мы снова и снова видим Кровный Завет. Его кульминацией стало распятие царя Иисуса. Именно об этом говорится в послании к евреям. В Ветхом Завете священник каждый год должен был приносить кровь, но теперь, когда Иисус пролил свою кровь и умер на кресте за наши грехи, благодаря этому пролитию крови, которое произошло один раз, все наши грехи, прошлое, настоящее и будущее, прощены в нем. Теперь-то вы понимаете, почему Йом-Кипур самый святой день в году? Потому что все начинается с прощения. Пока наши грехи не будут искуплены, мы не сможем иметь отношений с Богом. Я призываю вас, признайте свою вину перед Богом и просто скажите, Отец Небесный, спасибо тебе за Иисуса, спасибо за то, что Иисус умер за мои грехи, спасибо тебе за то, что Он пролил за меня свою кровь, Отец, я принимаю твой дар вечной жизни, спасибо за то, что ты радостный Бог, ты любишь и прощаешь меня, я радуюсь твоему спасению, я люблю тебя, Иисус, я принимаю тебя и твое прощение, ну а теперь дай мне силы, чтобы жить для тебя, ставить тебя на первое место и быть твоим свидетелем куда бы я ни пошел, я навсегда отдаю мою жизнь тебе, мой Господь и Спаситель Иисус, мы молимся во имя Иешуа Хамашеха, аминь. Дорогие друзья, ваши грехи прощены. Если вы произнесли эту молитву и приняли Иисуса, то все ваши грехи прощены, тьма удалена от вас, и вы можете начать новую жизнь уже сегодня. Знаешь, я думал о том, о чем проповедовал несколько недель назад, даже в самые сложные моменты в жизни. Божья любовь никогда не подводила нас, и все благодаря искуплению Иисуса. Иисус убрал этот барьер греха. Благодаря тому, что сделал Иешуа, Бог любит нас безусловно и явно во всякое время. Бывают моменты, когда Он учит нас чему-то, и тогда мы можем не чувствовать Его любовь. Нам кажется, что Он где-то далеко от нас, но Иисус убрал барьер греха, и мы славим Его за это, потому что теперь наши грехи прощены полностью. О, да. Думаю, сейчас нас смотрят люди, в жизни которых есть грехи, но они это отрицают. Они строят вокруг себя защитные стены, чтобы не было больно от осознания своих ошибок, которые они никак не могут исправить. Но Бог хочет, чтобы вы просто принесли их Ему. В этом вся прелесть. дело не в нас, а в том, чтобы принести все это Ему, чтобы Он со всем этим разобрался. На кресте Он смыл все наши грехи и дал нам совершенно новое видение для нашей жизни. Да, правда в том, что то, что прячется во тьме, во тьме и остается. Но когда все это выходит на свет, когда грехи исповедуются, и мы просим прощения через кровь Иешуа, то, что было во тьме, очищается и становится светом. Писание так и говорит, приходите смело к престолу благодати, чтобы найти благодать для своевременной помощи. Возможно, в вашей жизни есть сферы, которые заставляют вас стыдиться. Возможно, что-то произошло в вашем браке. Может, вы постоянно злитесь на жену или мужа, или обижаете их словами. Может, кто-то даже совершил прелюбодеяние. Если вы еще не вывели свой грех на свет, то вам нужно сделать это прямо сейчас. Придите к Отцу Небесному и попросите простить вас очистить и осветить во имя Иисуса. Нет такого греха, на который бы не распространялось искупление Иисуса. Его искупление совершенное. Это значит, что вы не можете сделать ничего, кроме отказа от Него, чтобы помешало вам пережить Божью любовь и Его шалом. Дорогая, у нас осталось всего несколько секунд. Пожалуйста, благослови теперь наших зрителей. Прошу тебя. Отец, спасибо тебе. Ты даешь нам красоту вместо пепла, и ты делаешь это для наших зрителей. Ты забираешь все грехи и тьму и омываешь их. Теперь на вас Божья красота. Твоё имя Иешуа. Принимайте. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословитых. Иешуа. 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 Явэ. 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 Явей. Явэ. 怎麼. Иешуа. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. Осенние святые дни напоминают нам о том, что возвращение Иисуса уже близко. В следующей программе вы получите ключ к тому, как жить верно, ожидая возвращения Господа. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить Ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас, и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».